Анна Фролова – одна из тех, кто пострадал от действий коллекторского агентства. 150 тысяч гривен – такую сумму должна выплатить женщина. Кредит на имя Анны был открыт без ее ведома. Мошенник воспользовался лишь паспортными данными. Когда же взносов по займу не последовало, заемщицей заинтересовалась коллекторская контора. Якобы я была клиентом банка, но деньги я не получала. Получил деньги другой человек. На данный момент у меня банк пытается забрать дом, выселить меня и мою семью, меня и трех детей моих, выселить из дома. Дети все несовершеннолетние. На работу я выйти не могу, так как у меня забирают всю зарплату. Анна приехала из Комсомольска, рассказывая, таких как она, в ее городе еще 14 человек. Причина, по которой люди становятся жертвами коллекторов или не могут вернуть вложенные деньги, финансовая неграмотность потребителей, рассказывают правозащитники. Став клиентом банка, предоставив ему всю информацию о себе, люди ничего не знают об этих финансовых учреждениях. В итоге сделка проходит вслепую. Коллекторы, те, которые работают в многих странах, это действительно те структуры, которые помогают минимализовать проблемы, связанные с возвратом кредитов, даже процентную ставку снизить, учитывая то, что они эффективно работают. Наши коллекторы – это реки 90-х в действии. Убытки от деятельности коллекторов терпят не только клиенты банков, но и государство. 6 миллиардов гривен такой ущерб принесли подобные агентства бюджета Украины. Решить проблему заемщиков и вкладчиков можно лишь на законодательном уровне, уверены правозащитники. Сегодня кредитование регулирует лишь статья закона о защите прав потребителя. Множество тонкостей и аспектов взятия кредита в ней не отражено. Это дает банкам и коллекторам полную свободу действий. Например, никто не ограничивает рекламу союзов мошенников, а квартиры и машины, взятые в кредит, забирают лишь по предписанию нотариуса. Выплаченные же деньги людям никто не возвращает. Урегулировать отношения между банками и клиентами может лишь отдельный закон. Он уже зарегистрирован в Верховной Раде. Более жестко рассматриваются ситуации по поводу рекламы. Вводится возможность потребителя, возможность права потребителя на протяжении 14 календарных дней с момента получения договора о кредите отказаться от получения этого кредита. Законопроект о добре Национальным банком Украины. Сегодня он готовится к первому чтению. Оно может состояться уже весной. Также для защиты вкладчиков и заемщиков будет создана специальная социальная сеть. Здесь будут обсуждаться проблемы потребителей финансовых услуг. Продолжение следует...